В эфире РБК ОФА мы вещаем из отеля Широтон. Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Глава Башкортостана Рустем Хамитов занял 12 место в рейтинге влияния глав регионов России в июне. По итогам мая руководитель республики располагался на 10 месте. Рейтинг составлен агентством политических и экономических коммуникаций. Первые строчки рейтинга, как и месяцем ранее, занимает мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. На третьем месте расположился президент республики Татарстан Рустам Миниханов, который месяцем ранее находился на четвертом месте. Замыкает топ-10 исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев, который ухудшил позиции сразу на 5 пунктов. По мнению аналитиков Агентства политических и экономических коммуникаций, среди ключевых факторов, которые повлияли на позиции губернаторов в июне текущего года, наиболее важными стали прямая линия с Владимиром Путиным, проведение чемпионата мира по футболу, официальный старт региональных избирательных компаний, а также местные, социальные и внутриэлитные конфликты. Башинформсвязь накануне сделки по продаже сотового оператора Сотел компании «Мобильная телесистема» в 2017 году пожертвовала дочке более 1 миллиарда рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные годового отчета телеком-оператора. В Башинформсвязи агентству пояснили, что сделка подразумевала собой безвозмездный вклад в имущество Сотела без увеличения уставного капитала компании. Через месяц после закрытия этой сделки в июле 2017 года Башинформсвязь продала 100% акции Сотела компании МТС. Сумма сделки, как сообщалось, составила 300 миллионов рублей, включая чистый долг. Выручка сотовой связи Башкортостана по итогам 2016 года составила 86,5 миллионов рублей. Чистый убыток – 122 миллиона. Ведущие уфимского детского радио побывали в студии телеканала РБК ОФА. Юные звезды эфира познакомились с процессом создания профессиональных новостей. Попали сразу на кастинг. Экскурсия началась с прослушивания кандидатов на должность телеведущего. После попробовать себя в роли ведущего захотел каждый. Но для начала зашли в гримерную, потому что в кадре нужно выглядеть безупречно. И вот долгожданная эфирная студия. Отсюда мы вещаем 8 раз в день. У нас 8 выпусков новостей. Все это вы можете смотреть дома по телевизору. У нас каждый день выходят по две программы 20-минутных. Ребята посидели в кресле ведущего, почитали с суфлера, а после побывали в студии звукозаписи и в монтажной. Студия телеканала РБК ОФА расположилась в отеле «Шаратон». Гостеприимные хозяева устроили для школьников чаепитие. Здесь же за круглым столом ребята смогли задать вопросы корреспондентам и операторам телеканала. А после поделились впечатлениями. Я работаю на радио и отличается радио от телевидения тем, что там в радио можно хоть какие позы принимать, не накраситься. А в телевидении нужно выглядеть красиво. Мне понравилось больше всего в студии, где сидит режиссер. Ну и звукопоглощающая комната. Если даже ударишься по стену головой, не больно будет. И эхо там нет. В завершение всем мальчишкам и девчонкам подарили блокноты и ручки с символикой РБК. Ответным подарком стала радиопередача, посвященная знакомству с нашим телеканалом. Информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар и евро подорожали. Американская валюта в символическом плюсе на 4 копейки и оценивается в 63 рубля 26 копеек. Курс евро вырос на 26 копеек 73,96. Лучшие обменные курсы на данный момент. Покупка доллара в Тимербанке за 63,10. Продажа в Форбанке за 63,40. Наиболее выгодные предложения по покупке евро также в Тимербанке за 73,80 рубля по продаже в Банке Нейва за 74,10. И на этом пока все. Теперь смотрите наши новости в 8, 12, 15, 17, 19, 00 и новый выпуск в 20, 20. Не пропустите.